МИД Сирии назвал Геноцидом действия международной коалиции в Раке. В Ереване стартовал форум «Евразийская неделя». Раскопки захоронения в Кашатакской области. В моргах и на кладбищах есть более 700 непохороненных тел. Бабушка Настя хранит в Джавахке свои священные книги, выведенные два столетия назад из Западной Армении. В рамках рабочего визита в Ливан исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян посетил сегодня армянские образовательные и духовно-культурные центры в Байруте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Армения. Пашинян сначала посетил университет Айказян, где провел встречу с членами Союз армянских евангельских церквей Ближнего Востока, профессорско-преподавательским составом университета Айказян и преподавателями армянских школ Бейрута. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с армяно-ливанским сотрудничеством, углублением связи в образовательной сфере, сохранением армянской идентичности и, в частности, армянского языка. Затем исполняющий обязанности премьер-министра прошелся по университету Айказян, ознакомился с деятельностью и программами армянского образовательного учреждения, а также побеседовался со студентами. Ректор университета Пол Айдостян представил Пашиняну открытый по случаю столетия геноцида армян мемориал и памятник ракете во дворе университета, автором которого является армянин. Исполняющий обязанности премьер-министра придал большое значение работе и программам университета Айказян в области армяноведения. Пашинян также сделал запись в книге почетных гостей университета Айказян. Следующей остановкой исполняющего обязанности был армянский католический монастырь Змара, где его встретили помощник патриаршей епархии Байрута епископ Геворг Асатурян, аббат Змарского монастыря, патриарший векарий Архимандрит Гебриэл Мурадян и приор Змарского монастыря Архимандрит Андон Норатункян. Никол Пашинян и Анна Акапян в часовне Змарского монастыря приняли участие в приветственной молитве, зажгли свечи в храме монастырского комплекса, посетили музей, библиотеку и винный погреб, ознакомились с деятельностью армянской конгрегации Змара. Аббат Змарского монастыря, патриарший векарий Архимандрит Гебриэл Мурадян отметил, что большая честь и гордость принимать в гостях исполняющего обязанности премьер-министра Армении и возглавляемую им делегацию. По его словам, сегодня армяне всего мира рады видеть укрепление Армении и сплотились вокруг происходящих на родине перемен. 21 октября между городом Шуши, республики Арцах и французским городом Сен-Этьен была подписана декларация о дружбе. Церемония подписания состоялась в мэрии города Шуши. Декларацию подписали мэр города Шуши, арцвик Сарксян и мэр города Сен-Этьен, член круга дружбы Франции-Арцах Гаэль Пердрио. На торжественной церемонии подписания присутствовали министр иностранных дел Республики Арцах Маси Смаэлян и бывший руководитель круга дружбы Франции-Арцах, бывший депутат Национального собрания Франции Франсуа Рош-Буан. В декларации в частности отмечается, что принимая за основу абсолютную важность закрепленных во всеобщей декларации прав человека, демократических ценностей и свобод, а также необходимость установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Стороны решили установить дружественные связи между городами, осуществлять совместные программы в сферах экономики, образования, культуры, спорта и местного самоуправления, а также содействовать обмену опытом и профессиональными знаниями между двумя городами. МИД Сирии приравнял к геноциду действия международной коалиции, уничтожившей большую часть города при его освобождении, передает РИИ новости со ссылкой на гостелевидение САР. Необходимо наказание за это, говорится в заявлении ведомства. По словам источников МИД, Сирия осуждает ложные заявления и кампанию дезинформации, которая относится к заявлению МИД Франции по поводу того, что он назвал освобождением Раки. Источник подчеркнул, что французские власти намеренно предпринимают действия по уничтожению Сирии, поддерживая группировки, действующие в Раке. Террористы исламского государства захватили город Ар-Рака в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Раки от ИГИЛ в 2017 году проводили отряды сирийских демократических сил под прикрытием авиации международной коалиции во главе США. Коалиция действовала без разрешения Дамаска в результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований. Город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан. Мы придаем большое значение проведению форума Евразийской недели в Армении. Об этом в Ереване в ходе открытия международного выставочного форума Евразийской недели 22 октября заявил исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пашинян убежден, что на данном этапе в Армении происходит глубокая трансформация политической и экономической системы, формируется актуальная экономическая и политическая повестка. Очевидно, что она во многом определяется и с учетом интеграционного потенциала ЕАЭС. В этом контексте считаю, что форум является хорошей площадкой подведения промежуточных итогов интеграционного процесса, особенно в преддверии представительства в Союзе Армении, пояснил исполняющий обязанности премьера. Отрадно, что в форуме сегодня принимает участие более 300 армянских предприятий, которые готовы к долгосрочному сотрудничеству с евразийскими партнерами, привлечению инвестиций и выстраиванию партнерского взаимодействия, подчеркнул Никол Пашинян. Именно присутствие этих предпринимателей доказывает высокий интерес к форуму и важность выработки конкретных решений на полях форума, уверен глава правительства. На странице Facebook официальной газеты Кашатакской области Мэран читаем, раскопки захоронения проводятся экспедиции Армянского археологического института в древней крепости у села Мерик Кашатакской области, которую возглавляют археолог Арутюн Худанян и Гагик Саркисян. Раскопки финансируются неправительственной организацией Хайринасер Степаном Саркисяном, которая в прошлом году спонсировала упомянутое исследование замка и раскопки. В эти дни слой почвы, покрывающий мавзолей, был удален, найдены фрагменты керамики и также кости животных. Археологи считают, что им приходится иметь дело с интересным памятником, который находится так близко к замку – около 200 метров и имеет диаметр около 8 метров, и полагают, что он был сохранен. В результате комендантского часа и стычек в разных районах Тигранакерты несколько сотен тел остаются в моргах, так как они не были идентифицированы. 16 августа 2015 до июня 2017 года в Тигранакерте обнаружено 127 тел, в Мардине – 32, Хакаре – 32, Шернаке – 13, Битлисе – 8, Батмане – 3, в Муше – 4, в Бенгеле – 5, Дерсиме – 5. В общей сложности 10 провинций и регионов – две сотни неопознанных тел. Согласно данным, на кладбище в Тигранакерте насчитывается 251 тело. В Дерсиме, Бенгеле – Муше-Эл-Азиге – 171 тело, умерших во время столкновений в провинции Малатия. Народная армия обороны формы там. В 2017 году судьба 265 тел из 267 вырытых под предлогом опознания с помощью ДНК на кладбище Горзанов в деревне Юкар в Татуйском районе Битлис пока не ясна. В Стамбульский институт судебной медицины были переданы только два мертвых тела, а 61 день спустя они были переданы семьям. Семьям на запросы, что результаты ДНК неясны. В моргах и неизвестных кладбищах осталось 707 человек, чьи останки не опознаны. В комнате 84-летней бабушки Насти, кроме своей кровати, кроватки внуков, есть место, которое стало святилищем, где бережно хранятся священные книги, вывезенные из Западной Армении два века назад. Святая книга или Спаситель, так называет бабушка Настя, одну из книг, потому что она не знает точно, что это такое – Ветхий или Новый Завет, или Евангелие. Единственное, что она знает – это то, что когда дед мужа был депортирован из Западной Армении в 1830-х годах, книги привез с собой. В 1830-х годах предки нынешних жителей Бижана депортировали из Велоед Эрзрума Ивана. Настя живет в Джавахе, селе Бижана Ахалкалакского района. Ее сын Ашот Худавердян, отец большой семьи, имеет девять детей. Настя считает, что эти священные книги хранят и оберегают ее девяти внуков. Я не могу доверить эти книги другим. Дрожащим голосом говорит Настя и целует страницу одной из книг. В советское время, рассказывает бабушка, священные писания прятали, поскольку в те годы было поручено уничтожить всю литературу, пропагандирующую религию. Однако ей и ее мужу удалось скрыть их, и после смерти ее мужа она позаботилась от них. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Мона Мона в исполнении Арама Мовсисяна, Нора Айра Картащана и Бан Проджект. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!